Это человек, у которого я многому учусь, потому что он действительно профессионал, и на мой взгляд он профессионал экстра-класса. Красавчик, обаятельный, сексуальный, прекрасный мужчина, председатель совета директоров Тарас Годованюк. Ой, началось, началось. Ай-ай-ай-ай. Спасибо. Поехали. Всем привет. О, класс. Да. Вот так в мониторы прям класс. И сам себя слышу, и слышу вас. Всем добрый день. Будем начинать. Меня зовут Годованюк Тарас. Кто-то мою историю знает, кто-то нет. Но я хочу перейти сразу к делу. И где-то в процессе сегодняшних слайдов какие-то вещи, наверное, из своей истории буду затрагивать. И у меня сегодня очень знаковая тема, когда я люблю об этом говорить, на самом деле, о модели сети, о модели сетевого бизнеса. И это наша очень большая сила, это большая составляющая нашего сообщества, к которой мы двигаемся последние 6 лет. И когда мы обсуждали темы и последовательность, когда мы будем выступать, когда я предложил, что я хочу поговорить непосредственно о философии сети, как я с этим познакомился и где-то через свою историю пропустить какие-то мысли, которые мы сможем с вами вместе поисследовать, то все ребята очень сильно откликнулись. Потому что действительно за последние 6 лет драйвером роста нашего продукта это была модель сети. И я хочу начать с истории. История очень простая. Несколько дней назад мы были на центральном рынке в Москве. Здесь это такой гастрофуд-гастрорынок двухэтажный, там кто-то знает, в самом центре находится. И решили взять десерт. Решили взять десерт. Нам его упаковывают с собой. Ирина стоит рядом с девушкой, которая нас рассчитывает. Рядом стоит мужчина. Такой статный, в годах. И он говорит, что Эстер – это имя моей жены. Ирина говорит, очень красивое имя. И он продолжает разговор дальше. Он говорит, у нас две точки. Одна здесь и одна в депо. Но больше мы не будем расширяться. Нам достаточно двух, мы больше не хотим. Ирина интересуется и говорит, а почему больше вы не хотите, почему две точки и все. Он говорит, во-первых, это качество продукта, оно должно не пострадать. Ну, мы следим за этим очень. И, во-вторых, нам так спокойней. Нам так спокойней. Ну, нет там головников, нет никаких проблем. Так спокойней. И, ну, кто хочет, как вам сказать, кто хочет какой-то бизнес, чтобы он был, ну, спокойный, понятный, комфортный. Кто вот за комфортный бизнес? За комфортный. Вот чтобы все было, ну, на лайте. Вот он такой же, этот молодой человек. В каких-то вещах я с ним согласен, в каких-то нет, потому что бизнес иногда это вызов. Ну, бизнес это, когда ты занимаешься предпринимательской деятельностью, сетевым бизнесом, то здесь в любом случае ты проходишь какие-то этапы. И вот эта история, она нам показала, что этот человек дальше в какой-то следующий этап развития своего бизнеса просто, ну, не готов заходить. Вот если вы говорите, отвечая на вопрос, что вы хотите комфортного, классного, какого-то спокойного бизнеса, то здесь надо еще, наверное, ряд вопросов задать. Что бизнес в потенциале может вам давать? Если вам откликаются вещи, которые называются, ну, например, хотели бы вы доход, который поступает вам 24 часа в сутки. Интересная история? Вот по поводу первого пункта, кому интересно, 24 часа в сутки автоматом. Второе, иметь возможность прожить год без своей активной работы, которая у вас сейчас, возможно, какая-то есть, может быть бизнес, может быть там наемная работа, да, супер. Третье, получать деньги за каждый отработанный час по многу раз. Вот для кого это интересная история? Я поделюсь фишкой, что я очень часто на переговорах, когда у человека есть, ну, бывает такое, мы с этим сталкиваемся, блок по поводу сетевого бизнеса, он не понимает, как работает модель. Ну, как-то так получилось, есть какие-то интерпретации, в детстве читал не те книги и многое-многое другое. Да, пока он сидит в танке, все отлично, все замечательно, с этим надо просто, ну, или работать, или просто смириться. Я часто эти вопросы задаю человеку, который в модели сетевого бизнеса абсолютно не разбирается. И тогда мы вместе начинаем в этом интересе уходить куда-то дальше, да, то есть он понимает, что та деятельность, которая у него есть на сегодняшний день, она не может дать ни один из этих пунктов. И тогда мы выходим с ним на разговор, какие возможности может дать сеть, могут дать перспективы сети. Как я познакомился, я так написал, такая недвусмысленная фраза, мой первый раз. Какое у меня было первое знакомство с моделью, как я вообще узнал? Я был чистый лист, да, чтобы вы понимали, у меня не было, то есть мне никто ничего не советовал, мне никто про сетевой бизнес ничего не рассказывал. Мне позвонил в один из дней мой друг, его зовут Влад, Влад говорит, слушай, есть идея, можно заработать денег, надо встретиться. А чтобы вы понимали, я не в самой идее компании, по которой мне было предложение продуктив, вообще не разбирался, но я просто пришел в компанию в свою первую, когда у меня был опыт в 2011 году, я пришел просто на человека. То есть у меня не было моментов, что я там долго вникал, во что-то разбирался, нет, я просто откликнулся на человека, который сказал, давай с тобой вместе, я тоже ничего пока не понимаю и глубоко не разбираюсь, давай с тобой вместе пройдем вот эти вот шаги. И просто я пришел на человека, на там, ну, условно говоря, личность, с которой мне интересно было не только дружить, а еще и повзаимодействовать, поработать, и это для нас в принципе был, ну, какой-то интересный опыт. И только потом, через какое-то время я начал где-то из внешнего мира слышать, что какая-то история про сеть, про сетевой бизнес, говорят кто-то одно, кто-то второе, кто-то третье. И вот отсюда можно сделать выводы, я начал экспериментировать и исследовать дальше эту историю, почему кто-то от бизнеса в сети берет 100%, а кто-то не 100%, а кто-то 10%. Кто-то 10%, кто-то 20%, кто-то там, ну, 200% берет. И вот сегодня эти ребята, которых поздравляли, они тоже были на сцене, это те, которые берут по 200% от этого бизнеса. И мне кажется, что ключевая идея, она в том, купил ли я сам эту модель внутри себя. Потому что, когда я прихожу на переговоры и чувствую где-то у себя внутри не твердость, чувствую где-то у себя внутри, знаете, такие вибрации, и ты чувствуешь, что человек задаст тебе какой-то вопрос, а ты не можешь компетентно, глядя ему напрямую в глаза, его снова спросить или на что-то отреагировать, или как-то ответить, то ты, ну, как бы не силен в своих, в своих каких-то, наверное, ну, прочных установках, да, можно это так назвать. И поэтому здесь очень сильно воздействует вот эта вот штука, купил ли я сам для себя эту модель. Ну, как бы я для себя ее в определенный момент купил. Еще раз, я был чистый лист, и я начал, когда услышал какие-то интерпретации при проведении первых переговоров по поводу там сети и сетевого бизнеса, я полез в информацию, которая связана с фактами, правильно? Ну, то есть вот для меня это самый очевидный пример. Я хочу посмотреть, какая есть общемировая практика в целом на этом рынке. И я тогда поверил в индустрию, когда я увидел в ней конкретные, четкие, определенные цифры. Для меня, ну, как бы что сыграло одним из основных моментов? Первое, это что в индустрии сетевого бизнеса по всему миру в год сетевые компании делают порядка 200 миллиардов долларов товарооборота. Нехилый оборот, да? Да? И я в этом достаточно прочен стал, потому что я начал понимать, что это не история, когда мне мой друг, жизнью которого жить я не хочу, говорит, куда ты там начинаешь чего-то тратить свое время и чем-то заниматься, иди обратно на завод и там делай какую-то свою там, ну, историю. Или иди обратно там, я работал там продавцом в МВидео, пришел туда охранником и через два с половиной года стал заместителем директора по продажам. Как вы думаете, что первое окружение мне говорило про мою новую идею бизнеса? Как вы думаете, что они говорили? Были ребята, которые, ну, понятно, что я так выстраивал и сейчас выстраиваю взаимоотношения со своим окружением, что мне мало кто вообще чего-то может говорить, потому что у меня есть там, ну, свое видение там и жизни, и цели, и всего остального. Но были ребята, которые реагировали, честно говоря, неконструктивно. Как я на это реагировал? Ну, ну, никак. Ну, пойдем дальше. Потому что у меня есть факты, которые мне дают, ну, другое видение и другую веру. Далее. Этот бизнес и различные компании, которых на рынке, идея с этого бизнеса абсолютно не нова, больше ста лет на рынке. И первые компании, которые начали развиваться по этой модели, больше ста лет на рынке, если вы не знали. И эта индустрия работает более чем в 120 странах. Прикольно. Для меня показатель, что, ну, не только это Россия и там какое-то ближайшее зарубежье, а есть еще страны, где это, ну, работает давным-давно. Ничего никому не надо доказывать. Все. Ну, я себе все сам доказал и сам, ну, как бы проверил на фактах. Далее. Я начал смотреть, а какие результаты получают люди там, ну, условно, там в продуктовых компаниях, которые на рынке 50-60 лет. Я там смотрел рейтинги и так далее. И сейчас вот последний рейтинг я посмотрел. Ребята, которые выросли и стали долларовыми миллионерами в сетевых компаниях, это ребята, которые там вот топ-10 сегодня, там с 10 по первое место, от 600 тысяч долларов до 2,5 миллионов долларов в месяц доход там дистрибьютора. Прикольно? Ну, прикольно. Я-то от этого пирога в 200 миллиардов долларов точно свое возьму. Вот я только с этими мыслями. Поэтому это вот история про пункты, когда, ну, важно в эту индустрию поверить. Тогда ты, по большому счету, эту идею сам себе, ну, купил, и ты ее можешь, ну, как возможность презентовать условно и продавать на, ну, на какую-то аудиторию, да, там в переговорах и так далее. Понимаете, о чем я говорю? И вот через эту веру есть еще несколько пунктов. Это стадия чуть глубже, когда я захожу с философией, чтобы у меня, ну, в этом бизнесе я состоялся, у меня получилось. Первое, что я выделяю, это честность. Этот бизнес не терпит нечестные отношения. Потому что когда человек меня на первых переговорах спрашивает, «Ара, сколько денег ты заработал?» И если я придумываю какие-то вещи, то это очень легко проверить. Вот бэк-офис, пожалуйста. И когда я начинал, я говорю, слушай, у меня, ну, вот, нисколько. Я только начинаю, это одна из первых встреч. Давай со мной вместе, потому что я имею, ну, владею вот такой вот информацией. Я понимаю, что меня эта дорога и этот путь, когда я передвигаю туда ноги, приведет точно к целям. Со мной ты не со мной, но я за честность. Ну, давай вместе. Это первый пункт. Второй – это возможности. Есть расхожее мнение, что сетевой бизнес – это что-то про навязывание, про втягивание, про еще какую-то историю. Но здесь может быть разная философия. Я иду с абсолютно другой философией. Я иду с человеку с возможностью, что его ситуация в жизни сегодня, когда у него вопрос по, не знаю, там, по оплате ипотеки, вопрос по, как выехать с семьей на отдых, вопрос, как купить ребенку игрушку чуть дороже и лучше, чем вот эту и нехорошую. Понимаете, я иду к нему с возможностью, как вот эта его ситуация может кардинальным образом поменяться. Потому что, ну, история с, скажем так, классная у нас есть история. У нас есть куча инфраструктуры классной внутри компании по продаже продукта. Но мой целевой рынок – это люди, которые хотят жизнь поменять с помощью этой возможности. Понимаете? Каких людей больше сейчас рядом с нами? Те, которые хотят больше зарабатывать? Или те просто, которые хотят взять продукты и свой бизнес поставить? У меня больше в окружении людей, которые хотят жизнь свою кардинальным образом изменить, когда я им эту возможность могу, ну, правильно показать. Понимаете, о чем речь? Вот об этом. Значит, это возможности. Причем здесь я еще хочу важный пункт отметить. В моей команде я сейчас пытался восстановить и выписать абсолютно разные ребята. Это про историю, к кому мы идем и кому мы делаем предложения. Есть в моей команде и страховые агенты, и в прошлом нефтяники, экономисты, юристы, финансисты, слесари сантехники. Разная аудитория абсолютно, предприниматели. Пускай не так много, но они там тоже есть. То есть у нас история про бизнес, который открыт абсолютно ко всему миру, открыт к любому человеку. Вот это тема про возможности. Далее, наставничество. На что я пришел? На то, когда у меня нет опыта ни в работе с IT-продуктом, ни в коммуникациях с предпринимателем. У меня есть только одно понимание, что, ну, условно, у меня была немножко там позиция, когда я в продукте абсолютно не разбирался. Я просто сказал, ребят, мне надо деньги, помогите. И мы начали вместе через путь наставничества, проводя переговоры. То есть я только так какие-то, ну, там, свои азы начал проходить, обучаться и так далее. То есть совместные переговоры, когда мне просто показали модель, как это нужно делать. И я стал повторять ровно, слово в слово, то, что происходило. И потом я точно так же на курирование, на наставничество начал брать людей, партнеров, с которыми мы начали все, ну, как бы вместе этот процесс делать. За эти 4 года, вот в январе у нас был такой небольшой юбилей, как мы 4 года с Ириной в бизнесе, у нас 65 партнеров в первой линии. Я очень не дотягиваю до правила, помним, да? Я очень не дотягиваю до этого правила, примерно на 24 партнера. Помните, что за правило? Да. Нормальный партнер должен делать 2 новых партнера в месяц, а потом уже все остальное. Все, что хочет, вот потом. Вот 2, а все остальное после этого. Значит, и на этот год я поставил цель сделать столько же партнеров лично в первой линии, сколько у меня было за эти 4 года. То есть мне надо догнать те 24, которые я не успел в течение 48 месяцев по 2. Да, понимаете, должно было 94 быть. И мне нужно еще прирасти плюсом примерно на 30 партнеров. В общем, в этом году где-то 50 человек, партнеров, которые отлично от меня придут в эту компанию. Я возьму их на личное наставничество, на личное кураторство, чтобы они в этом бизнесе еще раз через возможности пропитались и имели инструмент, как эту жизнь поменять немножко в другую сторону. Третье, четвертое, это пассивный доход. Это то, когда мы работая не просто делаем, условно, сегодня действия, а завтра их делаем снова. Мы обретаем какой-то источник пассивного дохода. И когда-то, я точно в это уверен, есть возможность, ну, не совсем, наверное, отойти от бизнеса, а делать так, что тебе доход приходит вне зависимости от того, ты что-то делаешь или не делаешь. Вот это называется бизнесом. Вот это называется моделью предпринимательства, которая выстроена долго и на года. Еще один очень важный момент, мы это с Натальей очень активно обсуждали. Наш бизнес формирует у людей определенное отсутствие рамок и барьеров к абсолютно всему, что происходит в жизни. На уровне от постановки там целей и как бы, ну, закрытия каких-то мечт до, там, не знаю, мечт о яхтах, пароходах, автомобилях и всем остальном. Вот это очень дорогого стоит на самом деле. Вот это безлимитное мышление, вот это раскрытие, знаете, шаблонов у людей в голове, когда, ну, когда мы говорим о достижении результатов. Вот это очень важная история, потому что, когда ты настраиваешь, я очень часто говорю эту фразу, когда ты настраиваешь свою микроволновку на правильные волны, то есть мы все понимаем, как поставить стакан воды в микроволновку и она, ну, нажимаем на кнопку, она стала горячей. Все этот опыт проделывали, все. Но мы не понимаем, каким образом что-то влияет на воду и она начинает нагреваться. Вот мы точно так же за счет наших рамок, которые мы можем в голове раздвигать, находясь в этом бизнесе, пропуская себя через обучение, через мероприятие, через работу с куратором, через, ну, какие-то обычные, но интересные задачи внутри нашей деятельности, мы начинаем ее настраивать абсолютно под другие микроволны, которые могут по-другому греть окружающую действительность. Не сильно запутал вас? Вот это то, в чем я живу, это то, на что я себя каждый раз настраиваю. Отсутствие барьеров и рамок. И я не могу сказать, что этот бизнес идеален. Нет ничего идеального так же, как нет ничего не идеального. Этот бизнес, он реально не идеален, но он лучше, чем все, что я в своем опыте успел пройти. У меня была карьера в найме, да, я там еще раз пришел охранником, стал заместителем руководителя по продажам. В 24 года я там занимал одну из топовых позиций в магазине, и в моем руководстве было там порядка, ну, если мой там отдел продаж 12 человек, то весь магазин – это порядка 70 человек в магазине. В очень достаточно молодом возрасте потом были попытки там собственного бизнеса и так далее. И я понимаю, что максимальное количество, знаете, вот если взять набор ценностных уровней, ну, то есть там деньги, отсутствие каких-то ограничений по доходу, семья, свободное время, личностный рост, развитие, путешествия и так далее. Все вот эти вещи на высоком моем ценностном уровне, они, ну, как бы в одно вкупе собрались вот внутри этого бизнеса. И это очень главная штука, это то, что меня мотивирует последние 4 года в компании. Вообще, в целом, ну, можно сказать, что мой первый опыт, когда я пришел в сеть, это был 2011 год. То есть у нас в этом году с Ириной в апреле, я помню эту дату, 16 апреля, когда мы стали там партнерами в первой компании, когда нам сделали это предложение. В этом году у нас будет как бы юбилей, да, этого опыта 10 лет. И я точно понимаю, что вот за эти 10 лет наша с женой жизнь, она, ну, столько красок получила, сколько, ну, есть люди, которые за, там, 50-70 лет такого уровня красок в жизни не получают. И этого дорогого, это дорогого стоит, это история про возможности, про то, что я к этому человеку прихожу для того, чтобы он взял партнерский пакет и там что-то дальше непонятно как. Или я прихожу, чтобы у этого человека появилась возможность путешествовать без лимитного мышления, деньги, семья и так далее, и реализация какая-то. Вот по мне этот бизнес для меня, он лучше, он не идеален, но лучше из всего, что мне удалось за свои 33 года попробовать. И я буду заканчивать на очень важной фразе. Я иногда трехсторонние переговоры, иногда презентацию заканчиваю на каких-то вещах, которые, все знают мою историю с будильником, да, когда я вам говорю про внутренний биологический будильник. Я нашел немножко другую фразу, и она выглядит следующим образом. Возьмите сейчас вот просто руку и вот, ну, положите ее куда-то вот сюда, в область, где вы чувствуете, что у вас, ну, внутри есть ваш внутренний механизм. Приложи свою руку к груди и ощути биение сердца. Это тикают часы твоей жизни, отсчитывая оставшееся тебе время. Это гарантия производителя. Здесь ничего нельзя изменить, поэтому нельзя тратить ни одной драгоценной минуты. Об этом не я вам говорю, об этом говорит каждому из нас наша жизнь. Поэтому если мы на эту жизнь итогом ее не ставим, посредственное существование, а ставим реально достижение целей в этом бизнесе, в других направлениях, в параллельных проектах, это круто. Но не теряйте ни одной, ну, бездумной минуты просто так, просто куда-то, да. И вот как раз эта модель, как раз этот бизнес, он позволяет не только мне, еще вы видели этих ребят, вы видели тех, кто сегодня там находится в зале. Знакомьтесь максимально со всеми людьми. Эта модель позволяет абсолютно любому человеку как бы, ну, раздвинуть время, раздвинуть эти рамки, потому что когда в жизни у тебя происходит очень много событий, очень много каких-то мероприятий, событий, общения, путешествий, в этом бизнесе это есть. Жизнь у тебя, она удлиняется. Давайте подольше поживем. Как вам идея подольше? Класс? Давайте подольше. Вот это лично меня в этом бизнесе очень сильно цепляет. И это говорит нам наша жизнь. Я хотел вам передать вот эти нотки. Нотки, знаете, глубокой философии сетевого бизнеса и того, что мы делаем внутри компании. Поэтому присмотритесь к этой идее, присмотритесь к этой идее глубже. Получите инструменты, как очень сильно и смело разговаривать абсолютно с любым человеком, с кем вы сегодня на переговорах. И у него есть определенные, ну непонятные, заложенные старым опытом, старыми интерпретациями какие-то блоки. Ну, учитесь их раздвигать, работайте с этим и точно будет все шикарно. Спасибо, что мы вместе с вами проводим эти два дня. Спасибо вам огромное и успехов! Спасибо, Тарас! Субтитры создавал DimaTorzok